И, пожалуйста, ваши вопросы. А вы где против Дима? Пожалуйста, Сергей. Валяй, здравствуйте. С победой у вас. Ваши комментарии по игре. Я видел, что сразу после окончания матча вы так... Сердца в одной очереди очень... Вы недовольны вторым таймом, недовольны отрезком после загибного гола, после того, как был удален Дима. Почему такое разочарование, если я вас правильно понимаю? Да, разочарование есть большое. Связано с нашей игрой, естественно, после удаления. И до удаления, наоборот, все было... По-моему, все было хорошо, как раз. Мы могу на какого-то называть. Наши победы не создавали, мы создавали моменты. Все получалось. Выход из обороны, позиционная атака, крестница. Это способ удаления. Когда химики остались, надо уменьшить, но вообще еще не получится. По мне все понятно, почему так произошло. Поэтому я не довольна. Почему это сложно? Сами поймут, сами понимаете. Ничего спрашивают. Я просто эти слова озвучив, сами понимаете, с чем связано. Это удаление 1-0 ведешь, удаление игрока. Все уже подумали, что все хорошо, все выиграли. Ну, то есть стали играть, то вы слабые. Да. Спасибо. Да, пожалуйста. Что интересно, Санкт-Петербург, с чем связаны эти полиции, какой-то потому, что вы говорили с комбинацией по документам, в частности, лагерам. Какие его свойства личные договоры? В общем, в чем причины верите? В общем, то, что он в штрафной и первой наличии. Тогда все может у судей спросить. Даже не в этом моменте вообще на дистанции. Я уже говорил. Нет, что сказал. Все остальное можно спросить у судей. Потому что не у судей, а что судей-то, как раз судьи не свистят. Тамарки просматривают и смарт ставят. Этим у судей. Спасибо. Коллеги, еще вопрос? Да, Сергей, пожалуйста. Перед вами был ядовский монолог главного тренера Химок Спартака Гогнева. Он предлагает повысить степень единопорств, чтобы не были столь частые пенальти. И он вообще бы сказал о том, что у Ростова слишком часто в этом году бьет пенальти. Как вы оцениваете? Это зависть? Это объективная позиция? Или это что-то еще? Меня дошли, прошу. Не знаю. Это вообще не связано. Тем, что у него много пенальтов. Он мне еще 3-4 пенальти не поставили. Если они есть, то я еще раз повторяю то, что я сказал. Пенальти ставит не судьи даже. Пенальти ставит Вар. И сегодня было ровно то, что судья не свистнул. Вар потом потозвал, посмотрел и поставил. То, что стало в принципе столько пенальти. Не только раз, но вообще в принципе связано с Варом. То есть то, что судья раньше не видели. Теперь любое касание. Но это не видно. Просматриваем. Я еще сегодня повторяю. Если Вар смотрел долго, достаточно долго посмотрел. Потом призвал. Видимо там был, или что-то я даже не знаю. Не видел. Будут принадлежать ему. Без позиции. Вы не считаете эти моменты идентичными тому, что было в матче Зинит-Динамо? Еще. Я даже не видел момента. Вот сегодня. Зинит-Динамо. Видим. Так. Видимо смотрел. Видим повтор. Опять. В игре я даже не заметил. Спасибо. Коллеги, если больше нет вопросов, я заканчиваю. Давайте. Отключите. Здравствуйте. Спорт-экспресс. Хотел бы узнать у вас. Вы сейчас уже направляетесь к всему в сборную. Ждайте нам Александра Головина. Потому что Монако сообщал о том, что у него какая-то микро-трава на дискомфорт. Вопрос. По матчу? Нет. По матчу. Но такой мостик. Валерий Юрьевич. Бои отложили в сборную. И там уже все. Да ладно. Все объяли. Скоро? Да ладно. Спасибо. Спасибо большое за общение, за внимание. До свидания.